Здравствуйте. Убийца, которого разыскивает Международный уголовный суд, пришел к детям отбеливать репутацию. Вот смотри, девочка. Современных лекарств тебе мама-папа не купит, потому что санкции из-за того, что я напал на чужую страну. Все талантливые врачи-специалисты после 24 февраля из России уехали, а тебе девочка-кукла. Вместо медицины, препаратов и врачей. Не за что, говорит. Сделал все, что мог, чтобы пациенты в России не выздоравливали. Взгляд такой, как будто это не фотосессия, а следственный эксперимент, на котором преступника привели на место совершения преступления. Ни одного медицинского прибора в палате. Ни одной пачки таблеток. Ни воды, ни фруктов, ни цветов. Из медицинских процедур в палате только проветривание через форточку. Мать, чья ребенок не получает качественного лечения, из-за того, что сумасшедший диктатор напал на чужую страну, глядя ему в лицо, говорит спасибо большое. Такое дно пробить было трудно, но она справилась. Улыбка на лице. Если бы еще вместо мужа дали белую ладу, она вообще засела отчасти. Владимир Путин. Вместе к великой России. Какой лидер туда и привел. Ряженый фанерный маршал уговаривает Пакистан, Египет, Индию и Бразилию вернуть проданное им российское оружие из-за гигантских потерь на войне. Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. В первую очередь хочу поздравить вас с присвоением очередного воинского звания бригадным генералом. Пусть это будет не последним званием в вашей военной биографии. Точно не последнее. Сейчас продам тебе втридорого купленные у тебя же авиационные двигатели для Ми-8. И как раз получу новое звание. Наши отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учетах интересов друг друга. Добро пожаловать в Москву. Бонжу и мерсиа тус. Рад проведению данной встречи. Это для нас огромная честь. И мы ценим наше партнерство. Мы очень ценим такого партнера, у которого можно что-то купить, а потом через время с наценкой продать ему это обратно. Нам такие партнеры очень нужны. Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определенно в лучшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернется. И у нас нет на это ответов. Мы живем просто в аду. Все там очень хотят вернуться домой. Но их не отпускают. Забрали как в рабство людей. И они не могут оттуда выбраться. Вот говорят, до окончания СВО. А когда она закончится, непонятно. Я вообще не поддерживаю военные действия. Что делать с Романом? Просто помириться и разойтись? Президент России мог бы решить эту проблему так же, как он ее создал. То есть он объявил эту мобилизацию. Он может ее демобилизовать. Я ни в коем случае не буду голосовать за Владимира Путина. Никогда. Не в марте. Я и до этого за него не голосовала. Потому что очень много плохого сделал президент для страны. То есть просто это рабство. А вот в рабовладельском лагере просто шабаш. Путин идет на перевыборы через полгода. СИНИЙ ГОР А где Рыжая? Мусорный контейнер охраняет возле пятерочки. От конкурентов. Там, где на лечение детей скидывается всем миром, президент должен идти не на выборы, а в следственный комитет. Нижний Новгород. Пенсионер, который голосовал за Путина. Нижний Новгород, урна магазина Чижик. Дедок, который голосовал за Путина. Что-то там делает. Что-то нашел вкусненькое. Ой, да. Оп. Так, 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 так. Что там у нас вкусненькое. Голосовать будет за Путина по-любому. По-любому. Не наголосовался еще. Не наголосовался. Это Республика Коми. Нанотехнологии. Чей импортозамещение, блядь. Эли, вы встретите? Почему я в больнице? Это Республика Коми. Нанотехнологии. Как горит огонь, как течет вода и как проснувшийся россиянин начинает задавать правильные вопросы. У нас стоит полностью две базы без работы по каким-то коррупционным составляющим. Более того, работать на данный момент некому. На данный момент предприятие развалено, внутренняя контора, 25 лет ремонт никто не делал, люди на работу не едут. Предприятие развалено за последних 7-8 лет. Достойных зарплат нет, запчастей закупки не ведется. Если любую машину посмотреть, можно посадить главного инженера и начальника управления. Ну, года на три это просто-просто без суда. Более того, высокая зарплата Игоря Ивановича Сечина меня всегда оскорбляла. Роснефть, Юганск, Нефтегаз стало как гнилое яблоко. Если почитать газеты сверху, посмотреть, все красиво, все проходит онлайн. На месторождениях рабочие кончились. В цехах добычи 50-60% нехватка геологов-технологов. Соответственно, в каждой бригаде рабочих профессий тоже нехватка. 50-60%. Самая парадоксальная вещь, Наталья Владимировна, 15 лет назад я пытался устроиться в цехах добычи, было невозможно туда попасть. Даже по большому-большому бат у тебя НГУ могло по каким-то причинам не пропустить. Сейчас берут всех подряд с любого забора. Работать некому, работы нет, зарплат нет, достойных зарплат нету вообще. Если показатели 7-8 лет назад мы добивали под 80% до нефти, там 77%, сейчас мы 76-75% и каждый год у нас идет повышение. Неважно чем мы занимаемся. Если государственная компания такого плана с таким оборотом, определенным денег уходит вниз, значит в ней очень что-то непорядок и ее надо внутри менять. Так, ну первый за 23 года проснулся. А остальные что, спят? Ну, в день, блядь, уже я.